Созвездие Сикстанта Секстанта Экваториальное созвездие Которое содержит 34 звезды Видимые невооруженным глазом Среди этих звезд также имеется HD 93-39-6 Престарелым аналогом Солнца В 320 световых годах от нас Почти исчерпавшим Свои запасы звездного горючего Здесь мы замечаем характерные Падения в яркости этого светила Обычно возникающие в тот момент Когда планета проходит По диску звезды и загораживает Ее свет от наблюдателей на Земле Изначально предполагали Что имеет дело с крупным газовым Гигантом или даже коричневым Карлем Однако дальнейшие наблюдения Показали что открытая экзопланета Кельт 11b И является относительно небольшим Но при этом уникальным И крайне необычным объектом Интерес к себе объект привлекает Своим составом По плотности аналогичным пенопластом Что позволило его даже в шутку Прозвать пушистой планетой Но мне кажется что пупырчатая планета Звучит куда загадочнее Дело в том что наша пупырка Презирает диету При этом весит примерно в 5 раз меньше Юпитера Но на 40% больше него Ее плотность примерно равна Плотности пенопласта И благодаря этому Атмосфера планеты является Рекордно большой Она совершает один оборот Вокруг светила за 5 неполных дней И находится примерно в 5 раз ближе к нему Чем Меркурий и Ксос Благодаря этому атмосфера планеты Раскалена до температуры В 1400 градусов Кельвина Что и могло заставить ее расшириться До столь больших размеров Более того планета Относительно быстро деформируется Как лицо боксера после боя Но почему? Причиной является близкое расположение к звезде Выделяющей необычно много энергии На последних стадиях ее превращения В красного гигант Это может говорить о том Что в рамках термоядерного процесса Звезда начала сжигать водород Находящийся за пределами ее ядра В течение примерно следующих 100 миллионов лет Внешние слои атмосферы звезды Будут расширяться еще больше И в конечном итоге Звезда полностью поглотит планету Поглощение не займет много времени Так как планета находится Очень близко к звезде Но перед своей гибелью Этот пенопластовый мир Сможет рассказать о составе Своей атмосферы Не раз отмечала Что звезда этой системы Является самой яркой на небе Южного полушария Среди известных звезд У которых благодаря методу Транзитного поиска Были обнаружены планеты Неплотная и большая атмосфера планеты Делает ее особенно интересной Для раскрытия тайн Химического состава планет-гигантов А также проверки новых методик Поисков следов жизни И оценки обитаемости Земли Подобных планет Чьи атмосферы в сотни раз Менее удобны для изучения За счет меньшей толщины И меньшей однородности их состава Вы только представьте За последние 10 лет Астрономы открыли тысячи планет За пределами Солнечной системы Часть из которых оказались Похожими на Землю По своим размерам А другие на уменьшенные Или увеличенные копии Юпитера И наша новая планета Оказалась похожей По составу газовых оболочек Таких гигантов В основном состоящих из водорода Гелия И углеводородов И это весьма удивительно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok